Цель управляющих компаний – забота о жилищном фонде, обеспечении комфортных условий в многоквартирных домах. В итоге вместо ожидаемой чистой и ухоженной придомовой территории уборки наледи с крыш, исправной работы инженерных сетей, люди получают коммунальные порывы протекшей крыши, холодные батареи и разваливающиеся подъезды. Только за 2021 год выявлено почти полсотни нарушений. Некоторые из них фиксировала наша съемочная группа. Это какое-то… Я вообще не понимаю. У меня сейчас сердце разорвется, наверное, вообще. А сейчас вот я даже не знаю, какие компании у нас меняются, то и дело. И какой мы принадлежим компании, не знаю. Никто на нас не смотрит, никому не надо. Может, жизнь такая. Мы провели ночь без света. На следующее утро мы начали все инстанции обзванивать. Все говорили, мы вашу просьбу приняли. Ожидайте ответа, ожидайте ответа. И с маленьким ребенком я двое суток и три дня сидела без света. Сейчас деятельность управляющих компаний закрыта. Обратной связи нет ни с жителями, ни с Центром управления регионом. Одна из инстанций, которая вольна давать оценку работы и контролировать качество обслуживания многоквартирных домов, Агентство государственного строительного и жилищного надзора. За неполные два месяца этого года составлено 18 протоколов в адрес управляющих компаний. Пять привлечены к административной ответственности. Но, судя по сложившейся ситуации, этого недостаточно. Если компании не хотят учиться, и к чужих ошибках, то они должны учиться на своих. Если нет желания для большинства выполнять свои обязанности, то должны ужесточаться административные меры воздействия. Говоря простым языком, сообщить о проблеме можно через портал госуслуги. Кроме того, платформа окажется полезной и для управляющих компаний. Так, с этого года получить лицензию можно в электронном варианте. С 1 марта каждый документ будет внесен в единый реестр, контроль за которым – полномочия жилстройнадзора. Кроме того, агентство ведет строительный надзор. В 2021 году проверено 113 объектов долевого строительства. Назначено 46 предупреждений. В 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 11 проблемных домов, восстановить права 700 дольщиков.